Друзья, всем добрый день! Наконец-то и мои пионы расцвели. Смотрите, какой красивый, шикарный куст. Только в ненужном месте он у нас посажен. Когда еще только начинали струйку, сюда посадили, нужно его отсюда пересадить в другое место. Здесь очень много тени. Смотрите, как Слава покосил тут все везде. А я сегодня сгребала это сено высушенное. В кучке сгребла, и потом надо будет его на чердак в сарай переложить на зиму для курочек. Под ноги мы будем зимой стелить. Видите, ветер у нас. У нас очень жарко, и хорошо, что ветерок дует. Немножечко обдувает. Говорят, что никто так не умеет ласкать человека, как ветер. Согласны? Я полностью, когда жарко, ветер, это такое ласковое все. Сейчас вам покажу другой пион. Вот это другой кустик, но он еще совсем небольшой. Белый цвет, а внутри нежно-нежно розовое. Смотрите, какая красота-то внутри. Мне он так нравится, этот цвет. Очень красивый. А вот здесь вот начинает цвести кустик вот таких вот цветов. Алые-алые цветы будут. Они будут шапками. Сейчас вот по несколько цветков, а вообще они вот шапочкой прям. Видите, сколько на ней бутонов много. Рядом с переем, но это уже не белое, а розовое, розово-сиреневое. Тоже набирают цвет. Потом покажу вам обязательно, какой красивый куст будет. Он шикарный, большой. Вот какой. Смотрите еще вот в этом деревянном корысте. Такое выдолвленное, выпиленное корыто из бревнышка. У меня растут вот эти вот цветы. Они, по-моему, калы называются. А листочек, смотрите, какой пестренький. Вот. Тоже вам потом покажу, как они будут цвести. У них листья крупные получаются. Наверное, я их густовато посадила. Но сегодня, вернее, в этом году я решила их сюда посадить. Посмотрим, как они будут цвести. Посмотрите на мои лилии. Скоро все зацветут. Все в бутонах. Высокие, стройные. И будут красивые. Хоста разрослась. Большим прям кустом стала. Уже даже цвет набирает. И вторая тоже не отстает. Смотрите, бутончик. Вот он, вот он, вот он бутончик. А это грядка с клубникой. Но еще здесь ни одной ягодки не было красной. А завязи сколько много. Листья огромные. Еще и цветет. Будем ждать, когда же на них появится что-нибудь. Должна быть крупная, вкусная. А это болотный ирис. Разросший куст большой. Мы его не сажали. Это птички занесли нам. Вот такой большой. На улице, где солнца много, уже вон все цветы засохли. А здесь вот цветет и цветет. Посмотрите на мою вот эту грядку. Сплошное безобразие. Я сюда по краю рассадила капусту, которая должна быть салатная. Не так давно, два дня. Она еще болеет. Потом рядок моркови. Вот этот зелененький. Укроп насеянный. Или я его осенью сеяла, не помню уже. Воростка, рядочек лук. Я его поздно посадила. Что если другой отойдет, а этот будет как раз в пору. Ну и капуста моя краснокочанная. Красавица. Сейчас покажу поближе. Вот такая. И что-то уже заворачивать начинает. Начинает закручиваться. Ну, салат будет скоро. Из красной капусты. А это у меня кабачок, который раньше всех пошел в рост. И, по-моему, из всего пакета семян одно семечко и взошло. Больше такого нет. Желтенькие плоды у него должны быть. А вот это кустик-можжевельник. Это мы из леса его принесли. Маленьким растением. Нам сказали, что нужно его сажать строго, как он рос. Какие ветки на север были, те на север. Какие на юг, туда и на юг надо сажать. Вроде растет. Уже несколько лет он у нас растет. А рядом с ним гортензия набирает шапочки. Цвести будет. Надо бы их рассадить. Да? Кто там садово-огородные? Люди, помогайте, рассказывайте. Рассадить или оставить? А это мои папоротники, которые я рассаживала вдоль забора соседского. Между нами и соседями. Вот они как выглядят. Все живы-здоровы. Посмотрите, у нас на молоденькой вишне. Вот этот вот клей. А мы его в детстве так ели с ребятишками. Откуда-то взялся клей. Такого раньше не было. Он вкусный, как жвачка. Ну, а теперь посмотрите, как выглядит моя теплица, которую я засадила очень и очень поздно. Уже у всех все росло. А у меня еще теплица не была готова. Вот это та капуста, которую я вам показывала, рассадила. Вот здесь вот я брала ее. Я еще рассадила такие ящички. Надо их на улицу вынести. Пусть на улице растут. А здесь везде помидоры. Цветут. Завязывают плоды. А вот смотрите, огурчик висит. Это наша Аня у себя на балконе выращивала огурец в ведерке. А уехала, эта ведерко принесла к нам. И говорит, ну пусть он тут растет, а то он дома засохнет. О, вот в этом ведерке он стоит. А он еще и не один. Вот тут вот еще один есть. И маленький есть. А вот смотрите, и помидорчики завязались. Так что будет, наверное, урожай все равно. Хоть и поздно посадили. Вот эти вот помидоры в торце теплицы. Два, четыре. Что тут? Два, четыре. Шесть штук, по-моему. Это высокорослые черри. Я их посадила в конце теплицы. Здесь высоко им можно тянуться до самого верха. Вон туда. И пусть растут. А вот здесь вот у меня растут тыквы. Здесь две штуки. Вот так они выглядят на сегодняшний день. В других местах позже посажены. Помельче листочки. А вот эти вот большие и крупные. Вот такого размера у нас уже груши. Вот. Видно? Вот здесь. Подрастают. А здесь наша вторая теплица. Здесь огурцы. Опять я их густо посадила. Опять густовато. Надо бы пореже. А вот эти огромные листья. Это баклажаны. И тоже я их, наверное, пожадничала. Посадила рядом и близко. Что-то у меня таких с большими листьями не было баклажан никогда. Но не хочется теперь уже вырывать. Через один. Вырывать, выкидывать. Пусть будет, что будет. Здесь земля хорошо удобрена. Здесь мы осенью навоз приносили. Так, а вот это что такое у меня? А вот это вот что такое. Ой, тут у меня перчики растут. Смотрите. Перчики. Ну вот посмотрите и другая моя капуста. Какая. Здесь вся разная. И ранняя, и средняя. Средне-поздняя, и поздняя. И цветная есть. Вот такая. Ее полоть уже надо. Пока еще картошку полю. Потом буду капусту полоть. Вот такие миленькие цветочки. Невысокие. Но такие веселые-веселые. Ну а вот это наши подсолнушки, которые я сажала рассадой. Смотрите. Вот. Вот. Высокий какой. Ну-ка, посмотри на нас. Нет, еще тут ничего нету. Шляпка еще не образуется. Рано еще. Ну и посмотрите на наших динозавров. Вот как они сейчас выглядят. Два цыпленка же мы уже... Уже, уже, уже. Вы поняли, что мы с ними сделали. А эти вот здесь. Такие большие-большие. Сегодня хотели еще кормы купить им. А у нас здесь сказали, привезут только завтра. И то ближе к вечеру. Так что будут есть то, что есть. Специализированный корм им не светит два дня. Они у нас здесь сидят под сеткой. У нас здесь коршун летает огромный просто. Каждое утро летает, кружится над домами. Вот. И мы сеткой накрываем металлической. Она поднимается, чтобы корм дать, воды дать. И опускается на петлях. Ну а это наши вечно голодные и вечно ждущие. Хотя зобы полные. Прям шишки с кулак у них. Вот смотрите, беленькая старик. А она уже к зобу ее перевешивает. Все равно. Если дашь есть, они будут клевать все равно. Но у них другой корм. У них и мешанку даю, и овес, и комбикорм даю. Все. А что-то пыталась семечки дать подсолнечные. Они что-то не хотят. Но привыкнут. Если давать регулярно по чуть-чуть. О, туда. Одна ушла. Нет, не ушла. Вернулась. Не уходи, я все прощу. Не уходи. Молодец. Молодец. Ну все, я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго, хорошего. Придется дать им еще зернышко. Вот наш петушок. Красавчик, красавчик. Я прям не нарадуюсь на него. Он уже курочек пытается топтать. Старых, главное, рыжих. А, Петя, Петрович. Петрович, красотулечка. Передавай всем привет. Вот такой красивый петушок у нас. Ой, как нарисованный. Пока-пока. До новых встреч. Сегодня я снимала видео вам про то, как я готовлю хлеб на закваске. Но на это ушло со вчерашнего вечера. И по сегодняшний вот почти вечер. Целый день. И видео будет монтироваться. И выйдет, наверное, только завтра. До новых встреч. Всего вам доброго, хорошего. Желанного. Будьте все здоровы.